так что здесь у нас есть мастерской мастерской таскать фейдала и антонечка таскать сегодня нету я сегодня подготовлю плашечки с позиторчики покажу тебя тут чем я упражнялся без камеры металлики донести показать металлик вот здесь пробовал медь пробовал окиси металла под низом это венеция вот знаменитые акриловые заливки еще покажу тебе металлик добрался таки сегодня металлик вот еще вот это тоже наш образец он тоже мне очень понравился наверно саша поляков делал тоже очень интересный что здесь еще тебе показать вот так сейчас тебе пока по заливке вот две акриловых заливочке да только видел фотки камеры не было сотрить это все красоту с первых рядов так выглядит акриловая заливка таскать в моем видении более мягкая очень интересно таскать варианты когда ребята спрашивают как это перенести на стенку на все эти акриловые заливки то есть в разработке это думаю вот такую акриловую заливку делать на пленке то есть пленке ну толстая ПВХ пленка укрывочная не малярная именно там которая там такой как рукав такая двухслойная которая для теплиц то есть такая дебелая и на ней то есть расстелили ее на пол сделали акриловую заливку она должна высохнуть и уже после как она высохла можно делать монтаж ее на стену то есть такими фрагментами ну думаю на ту же ну что чего ты будешь делать с акриловой краски с вода мусионок то есть добавляя акриловые красители вот на нее уже можно сделать там монтаж можно сделать на какую-то цветную там шпаклевку потом что еще ну и такие самых простых тоже думал там еще перманентный клей с скотч-фрески использовать тоже например там тоже акриловая заливка на тонкой пленке вот она высыхает и потом клею на стену и потом переношу понял клей постоянной липкости приклеил и она будет держаться на этом клее уже моя акриловая заливка и снимаю ее с пленкой то такой вроде такой там трансфер да акриловая заливка трансфер на варианте вот такие вот наработки поэтому дорогой друг не переключайся оставайся со мной и далее будем ну по декольке ты уже знаком да вот такая вот деколь одни из первых наработок то есть деколь то что мы говорили да там художественный шпон здесь в частности Леонардо и под названием моя авторская штукатурочка вот еще раз можешь глянуть как это все выглядит под разными углами как это вот на стене то есть да можно таки делать монохромные изображения вот кстати для Роберта да то что он спрашивал как это переносить вот тоже здесь буквы если ты видишь да она прозрачная буква остается такой вариант можно использовать вот еще раз поближе покажу или так тебе показать а здесь дает я немножко камера ну вот так может выше вот так ну и тут еще мы с Ромой с Ромой его вот так сказать тестируем новый материал от файдала значит что-то будет похоже на жуткий и так мозаичная мозаичная штукатурка вот такой он полупрозрачный материал это он здесь вот и так сказать тоже будем его таскать но тут я пробую вот это делаем поэтому приглашайте в мастерскую файдале довольно есть экспозиторы есть вода есть инструмент как ты видишь да вот то есть есть чай кофе капучино вот все это есть материалы есть стенды так сказать есть мольберты поэтому так сказать все мы так для для творчества здесь ребята приготовили вот это киев что здесь лэпса бульвар бывший завод меридиан здесь такая серьезная проходная поэтому нужно с собой иметь паспорт да или водительские права то есть какой документ который доставляет твоя личность вот и в любой день но опять таки предварительно конечно там согласовываешься то есть александр ставлю так сказать телефона и можно приезжать и делать образцы знаком с материалами поэтому не откажешься в удовольствии так сказать в милости бросил и и Продолжение следует...